Новая 231-я глава манги Ван Панчман Художник Юсаки Мурата Автор Ван Глава называется Ответ ждет впереди Офигенная пиксельная обложка от Мураты Представляет Давайте без лишних слов сразу перейдем к обзору главы Геннесс пришел в гости к Сайтаме и поздравляет его с новосельем И это еще не все Также он просит у Сайтамы разрешение жить с ним На что тот не согласен Ибо квартирка и так мала Но наш киборг не растерялся и сказал, что он займет лишь тот угол И там он не будет ему мешать Сайтама заявляет, что он не получит никакой пользы, просто наблюдая за ним На что Геннесс отвечает Учитель, я так не думаю Достает свою записную книжку, где хранятся все наблюдения за Сайтамой После этого Геннесс просит у Сайтамы очередной спарринг Конечно, Сайтама сразу соглашается, потому что захотел сменить тему переезда Геннесса Пока они отходят от штаба, у них завязывается разговор о монстрах Которые в последнее время все чаще появляются Геннесс говорит, что по пути сюда уничтожил одного Вот и все, они отошли на подходящее расстояние для схватки И битва начинается И битва начинается Кстати, сразу хочу отметить, что большинство кадров напоминает битву Сайтамы против монстра Гарроу Стойте, стойте У меня очень интересная теория и думаю, внимательные из вас тоже это заметили Для начала давайте вернемся к битве Сайтамы и Гарроу Как мы знаем, Сайтама вернулся в прошлое и предотвратил уничтожение всего живого бога монстров Он сразу выбил из Гарроу его силу После чего обе Сайтамы из разных таймлайнов стали единым целым Также мы помним, что ядро Геннесса осталось в этой временной линии И с помощью него Геннесс смог увидеть всю историю Сайтама и Гарроу Это я просто напоминаю вам Но не суть Я думаю, что бог монстров никак не подействовал на нынешнюю историю Окей, буду вести вас в курс дела по ходу обзора Спарринг начался Геннесс демонстрирует свое новое улучшение Он активирует ядро молнии Ну или молниеносное ядро После чего он становится невероятно быстрым Яркая вспышка ослепляет Сайтаму Геннесс летит на него и замахивается кулаком Стоп! Вот именно здесь мы видим, что Геннесс повторяет движение Гарроу Что говорит нам о том, что Сайтама изменил ход событий И вместо той заварушки с Гарроу происходит просто дружеский спарринг между учителем и учеником Геннесс замечает, что яркая вспышка ослепила Сайтаму и останавливается А тот в недоумении и не понимает, почему тот не бьет И тут за Сайтамой мы видим огромный столб дыма, который поднялся после ударной волны Геннесса Почти то же самое мы видели в первом сезоне, когда Сайтама также остановил свой удар возле лица Геннесса Можно ли сказать, что Геннесс стал таким же сильным, как Сайтама? Конечно нет Учитывая, что в тот раз он абсолютно не всерьез с ним дрался И это лишь маленькая крупица его силы Но мы вправе сказать, что он хотя бы на чуточку приблизился к силе Сайтамы Пишите свое мнение в комментариях После того, как Геннесс остановился, он объясняет Сайтаме, почему не хочет продолжать бой Думаю, этого достаточно Даже если я ее ударю От этого пострадает лишь ваш костюм Они садятся и у них завязывается разговор по душам Геннесс, как обычно, спрашивает у своего учителя, стал ли он сильнее На что Сайтама отвечает А? Стал ли ты сильным? Ну ты ведь меняешь себе детали Становлюсь ли я сильнее, просто меняя свои детали Сайтама понимает, что в подобный момент учитель обязан подбодрить своего ученика И понеслась Геннесс, тот ослепительный свет перед твоей атакой Он был действительно очень ярким Не знаю, стал ли ты сильнее Как минимум, ты стал очень ярким Блин, это все, что мне пришло в голову Геннесс после таких слов своего учителя Понимает, что он даже не шелохнулся от его силы А просто отвернулся от его Отвернулся от вспышки И все Он говорит, что Сайтама даже не почувствовал его силу Поэтому и не видел в нем угрозу Далее мы узнаем, что прошло два месяца с тех пор, как Геннесс стал учеником Сайтамы Он стоит на краю обрыва кратера, который образовался после его удара Что ж, посмею заявить, что уровень силы Геннесса как минимум дракон Далее Геннесс рассказывает Сайтаме о том, что тот его просил попасть в десятку лучших героев Но даже будучи в С-классе, он чувствует, что не сдвинулся с места Если сравнивать его с ним Он говорит, что хочет перейти в новую геройскую организацию Которые называют себя Неогерои В надежде, что после этого он будет становиться сильнее Он подробнее рассказывает ему историю ассоциаций героев И то, что больше не может им доверять Он говорит, что они намного лучше ассоциаций по всем параметрам Многие герои и даже из С-класса тоже планируют туда перейти Сайтама интересуется Откуда, интересно, он все это разузнал Геннесс отвечает, что к нему приходили вербовщики Неогероев И все ему объяснили Сайтаму бесит то, что к нему никто так и не приходил с подобными просьбами Геннесс начинает рассказывать свое прошлое И упоминает того самого киборга, который все у него отнял Сайтама говорит, а не помер ли тот уже? Ну или может я его как-то прихлопнул? Геннесс говорит ему, что скорее всего он бы запомнил этот бой Так как тот киборг действительно был очень силен Блин, может финальным боссом в One Punch Man как раз таки окажется этот киборг А не бог монстров, о котором мы все думаем Да блин, нам раскрыли героя номер один Бласта Не раз показывали бога монстров А вот этого киборга ни разу Что ж, думаю в скором времени мы должны его увидеть Будем надеяться Сайтама спрашивает, сможет ли теперь с новым апгрейдом Геннесс победить того киборга Я должен победить Поэтому я и думаю присоединиться к Нео героям Геннесс говорит Сайтаме, что его просили привлечь своих знакомых сильных героев И не прочь ли он тоже присоединиться к ним Сайтама очень серьезно задумался Серия серьезных мыслей Серьезное размышление Да нет, слишком много мороки Тогда я тоже откажусь Это был обзор новой 231 главы манги One Punch Man Пишите свое мнение в комментариях Спасибо всем за поддержку С вами был Аниманга Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok